Приветствую вас, я, конечно, понимаю, что вы хотите сохранить отношения ваши с вашим молодым человеком, вот, понимаю, достаточно хорошо понимаю это, вот. Но, но, вы знаете, я думаю, что конечно, конечно, значит, могло бы решить проблему, могло бы решить проблему, значит, наличие у вас жилья, вот, но, понимаете, в чем дело? Ведь момент здесь такой, момент здесь такой, что если бы мужчина хотел, если бы мужчина хотел, я думаю, что он, ну, скорее всего, все равно бы с вами сближался бы. Вот почему-то, вы знаете, мне так вот кажется, то он все равно с вами бы сближался. А если он этого не делает, если он с вами не сближается, если он как-то вот не действует так, как нужно, да, то в этом случае можно говорить о том, что мужчина не очень заинтересован в том, чтобы с вами наладить какой-то вот контакт. И здесь я могу только сказать о том, что человек, видимо, не боится вас потерять, просто-напросто, просто-напросто. Человек не боится вас потерять, и, собственно, по этой причине с вами не сближается. Потому что, ну, мужчина, если вы выступаете за развитие классических отношений, а мужчина, он все-таки инициатор, мужчина, он все-таки тот, кто двигает отношения вперед, я бы сказал, да, двигает отношения вперед. И если ваш молодой человек этого не делает, ну, значит, наверное, так он хочет быть с вами. Да, квартира бы, конечно, была бы весьма кстати. Этого, я думаю, нельзя отрицать, и было бы глупо отчитать, что квартира не нужна. Но, думаю, если мне, что проблема далеко не только в квартире, проблема не только в квартире, сколько скорее в его желании быть с вами. Потому что, вот, как это вижу я, что у человека нет именно такого вот, прямо серьезного стремления именно с вами сейчас сближаться с этих серьезных. Потому что он понимает, что у него есть определенные обстоятельства, у вас есть определенные обстоятельства, которые, видимо, мешают вам сейчас быть вместе. Ну, и человек просто-напросто не делает ничего для того, чтобы сближаться с вами. Поэтому, я думаю, что квартира ситуация бы улучшила, но улучшила бы ее на чисто таком, вот знаете, внешнем уровне. То есть, внешнем уровне, это я имею в виду, то да, вы бы, может быть, стали бы встречаться как-то больше, вот, и так далее. Но проблема саму по себе, а проблема, надеюсь, как вы, я надеюсь, понимаете, не в квартире. Потому что у многих молодых людей нет квартиры, нету своего, ну, своей желтой площади, это абсолютно нормально. Вот, все равно люди находят как-то возможность для того, чтобы быть друг другом вместе, все равно люди находят возможность для того, чтобы встретиться, чтобы провести вместе время и так далее. То есть, мне кажется, что дело здесь совсем не в квартире, а в том, что ваши отношения постепенно превращаются, может быть, в рутину, опять же, из-за того, что вы не являетесь самостоятельными. Но, опять же, понимаете как, самостоятельность здесь, самостоятельность здесь, насколько я знаю, это ответственность обоих людей. Если вы, например, склонны считать, что мужчина, именно мужчина, должен что-то делать для отношений, то вам не нужно себя винить. Потому что вы ни в чем не миновали. А так да, квартира нужна, не знаю. Но, на самом деле, проблему это не решит. Именно в долгосрочной перспективе вы не станете близи. Потому что духовная близость, она либо есть, либо ее нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!